Сегодня у Азиза Уткельбаева и многомиллионной армии поклонников Кока-Колы праздник, день рождения их любимого напитка. Азиз – давний поклонник Колы, хотя коломанам себя считает умеренным. Правда, ни одного дня без любимого напитка молодой человек не представляет. Понимаете, мы живем один раз всего лишь, и от силы отказываться – это тоже нереально. Если я молодой пока что, я могу сейчас попить. Почему, когда возраст придет уже, когда врачи скажут, все, ты попал, ты уже болеешь, тогда, наверное, перестану, но это тоже под вопрос. Рецепт самого популярного в мире напитка Кока-Колы был создан ровно 127 лет назад, 29 марта 1886 года. Именно тогда в Атланте полковник Джон Пембертон, фармацевт по образованию, пытаясь найти средства от головной боли, сварил необычный сироп карамельного цвета. В напиток входили отвар листьев коки, сахар и кофеин, что сделало его очень стимулирующим. Джон отнес свое изобретение в аптеку, где первые порции сиропа продавались по 5 центов за стакан. Затем в напиток добавили газированную воду и окрестили его Кока-Кола. На первых парах колу раскупали в количестве 9 стаканов в день. В СССР Кока-Кола появилась спустя 90 лет после ее изобретения, в конце 70-х, в ходе подготовки Олимпийских игр в Москве. За всю историю существования этого напитка ему приписывались сначала целительные, затем губительные свойства. Считается, что Кока-Кола способна растворять накипь в чайнике и налет в унитазе. Возможно, это также отчасти стало причиной того, что колу внесли в список вредных для здоровья продуктов. Ну, конечно, чрезмерное потребление Кока-Кола, оно очень вредный организм. Почему? Потому что, если говорится о Кока-Коле, то нужно вспомнить вначале состав Кока-Кола. Кока-Кола состоит из следующих компонентов. Это газированная вода 90%, это кафеин, это ортофосфорная кислота и это журный сахар. Если в отдельности говорить о каждом компоненте, так, например, углекислый газ, он очень влияет, вредно влияет, отрицательно влияет на желудок. Плюс ко всему, этот газ, он очень влияет и сильно на печень, на желчный пузырь и на поджелудочную железу. В одном стакане Кока-Кола находится 5 чайных ложек сахара. То есть, вы сами сразу задумайтесь, при таком использовании обязательно приведется к нарушению, это избыточный вес. Впрочем, официально доказанных медициной случаев, увы, нет. И кола, если и называется причиной этих заболеваний, то лишь косвенно. Самый же большой вред, по словам специалистов, в том, что Кола вовсе не удаляет жажду, как об этом говорится в рекламе, а напротив, вызывает ее. Пить или не пить, этот вопрос решает каждый самостоятельно. В любом случае, стоит помнить, злоупотребление никогда до добра не доводило. Субтитры создавал DimaTorzok